Восклицайте Господу, вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас и мы Его, Его народ и овцы пасвы Его. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек и истина Его в рот и рот. Помолимся. Зашклась на Востоке особая звезда, когда прозвучали чудесные слова. Родился Спаситель, бесгрешное дитя, встречайте святого Царя. Рождество — это праздник любви, в верных яснях лежит Царь всей земли. Слава, слава Вышли Богу, да воскликнут все народы, пойте имени Его на Рождество. Рождество — это праздник любви, в верных яснях лежит. Слава, слава Вышли Богу, да воскликнут все народы, пойте имени Его на Рождество. Рождество — это праздник любви, в верных яснях лежит. Слава, слава Вышли Богу, да воскликнут все народы, пойте имени Его на Рождество. Рождество — это праздник любви, в верных яснях лежит Царь всей земли. Слава, слава Вышли Богу, да воскликнут все народы, пойте имени Его на Рождество. Моя песенка проста, о рождении Христа. В верных яснях Он родился, а затем ко мне явился. В верных яснях Он родился, а затем ко мне явился. Моя песенка для всех «Оставляйте, люди, грех» Я совсем не невозможно, получить спасение можно. Я совсем не невозможно, получить спасение можно. Что ж вы медлите, друзья, рисковать никак нельзя. Что ж вы медлите, друзья, рисковать никак нельзя. Моя песенка о том, в небе будем со Христом, Будем петь Ему сердечно, прославлять во веки вечно. Будем петь Ему сердечно, прославлять во веки вечно. И за ясли, и за хлеб, за спасенных разных мест. В ясли, маленький Христос, бочек нас родился, Чтобы радость Он принес, чтоб никто не злился. Чтоб любили маму мы, братика, сестренок, С папой пели, чтоб салмы о везде рождена. В сердце маленький Христос хочет поселиться. Словы, прежде я возрос колостом пшеницы. Чтоб любил тишина Его необъятное поле, Принося Христу земно, чтоб Он претен доволен. Душа поленький Христос хочет поселиться, Чтобы здесь на ноги слез Затрияли лица Не нырдите на кого Нету без там грусти Ведь сегодня Рождество Господа Иисуса Я еще не умею читать И немножко не умею читать Но я знаю, что праздник так-то День рождения и хора грехта Я слышал о том, что Людям счастья и радость принял Хорохох, кто ко всем приход И кто ездит, и кто хорохох В этот день мы говорим О рождении Христа В этот день молчать не могут Наши детские уста И сердца желают славить Не смолкая Не на мир Прославляйте Бога с нами Не молчите, Он велик Аминь Мы готовим папе с мамой В этот день большой сюрприз Десять ангелов бумажных Мы повесим на карниз А внизу корзинка сеном И звезда из желтых бус Я Мария, брат Иосиф Кукла маленький Иисус Как в той ночи в Ифлееме Когда был Иисус рожден Вот лошадка и овечка Стерегут младенца сон Мы для праздника такого Разукрасим весь наш дом А потом еще напишем Поздравляем с Рождеством Как люблю эту зиму Как люблю эту зиму Снег сосульки и котки Как люблю с друзьями вместе Во дворе играть стежки Как люблю сенкосы гроби Паре звится кто кого А еще со всеми встречи Светлый праздник Рождество Что во всех лечит пушистый Я люблю тебя, мой Бог Только ты же такой любовью Сотвори все это мог Светлый праздник Рождества Нет счастливей торжества В ночь рождения Христова Над землей зажгла звезда С той поры через столетия Нам она, как солнце светит Согревает веры души Чтоб наш мир стал краше и лучше Дарит искры волшебства Светлый праздник Рождества Мир приходит в каждый дом Поздравляем с Рождеством Я сорвал с календаря Лишь 6 января А под ним два слова Рождество Христово Что же делать, как же быть Начались мучения Что же Богу подарить В день его рождения Книгу, карандаш, конфету Может быть коробку эту Мишку, саблю или пушку Мою лучшую игрушку Отложил я карандаш Разве Богу что-то даст Ничего Богу нет И зачем ему конфету Полистал альбом для марок Это тоже не подарок Бросил в ящик Саблю, пушку Мою лучшую игрушку Целый день прошел во сне И уже почти во сне Я шепнул до самых слез С днем рождения, Христос! Наступило Рождество Слово Божье ожило И на землю Божий Сын пришел Небеса оставил он В Вихлиеме был рожден Чтобы я однажды был спасен Ибо так возлюбил Бог этот мир Что отдал Сына Своего Ибо так возлюбил Бог этот мир Что отдал Сына Своего В нем послание небес Нам открыл благое отец Чтобы мы смогли его принять Среди множества грехов Среди множества окон Иисус нашел и спас меня Ибо так возлюбил Бог этот мир Что отдал Сына Своего Ибо так возлюбил Бог этот мир Что отдал Сына Своего Ибо так возлюбил Бог этот мир Что отдал Сына Своего Ибо так возлюбил Бог этот мир Что отдал Сына Своего Дабы всякий верующий В него не погиб Но имел жизнь вечную Но имел жизнь вечную Но имел жизнь вечную Наступило Рождество Наступило Рождество Наступило Рождество Наступило Рождество Наступило Рождество Наступило Рождество Слава Вышли Слава Вышли И земле Да будет мир Слава Вышли Мы прославляем Бога Вечного Отца Бога Вечного Отца Благодарим Так же струйся земля Расслабляй Царя Христа Слава Вышли Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это, конечно, не значит праздник. Мы обозначили люди так и решили держаться его в определенное время, чтобы своевременно напоминать самим себе о тех знаменательных моментах явления божества, человеческий мир, чтобы умножалась и ободрялась вера в тех сердцах, кто связали свою жизнь с Богом, люди, которые строят отношения с Богом, люди, которые возвращаются к своему Господу, они с радостью напоминают своему сознанию о тех самых важных моментах проявления божества в человеческий мир, и один из них – это Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа. Слава Богу! Мы слышим сегодня, поют дети, по-разному поют, по-разному на это реагируем мы, когда видим и слышим, как прославляется Бог через их уста. Я слушал слово в напоминание, когда нам Роман прочитал о том, что пастухи увидели вот эту славу, открытое небо, и смотрю на зал, нам видно зал с этого места, какое состояние из настроения пастухов больше похоже. Дети поют о торжестве, о радости, мы поем псалом, ныне все верные в мире, как там, Людмила, ликуют. Ликуют – это два значения – либо плакать от горя, либо безмерно проявлять свою радость. Думаю, ну, какое ликование, в ком, как из нас проявляется. И смотрю, по мере разливания вот этой благодати от словословия Богу, многие лица начинают из сосредоточенного такого превращаться в радостные, в улыбающиеся. Нам все свободнее становится на этом месте быть уверенными в Божьем присутствии. Слава Господу! Слава Богу! То же самое, любимое, произошло и с теми людьми, которые на поле, находясь в ночной страже за своими стадами, они вдруг увидели это явление природы, можно так и объяснить, которого никогда раньше не происходило. И, конечно, на них напал страх. Я представил бы себя, думаю, маленьким я был, в какое-то время участвовал в пастбищах там, и дед меня брал с собой для того, чтобы пасти скот. И если бы я ночью увидел вот это светопредставление, я бы, наверное, меня бы долго потом родители от испуга тоже лечили. Но, знаете, это было Божье действие, поэтому никакого увечья и никакого разрушения эти люди не потерпели. Бог являет себя не для того, чтобы калечить людей, а для того, чтобы их спасать. Слава Господу! Хочу обратить внимание, друзья мои, пели Господу, прославляя Бога, сегодня дети. Мы читаем в Евангелии, поет Богу гимн Захария, это отец Иоанна, крестителя, когда Бог наполнил его Духом Святым, он в своем гимне поет такие слова. «Ты, младенец, назовешься пророком Всевышнего, ибо придешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение и прощение грехов их». Об этом написано в первой главе Евангелия от Луки. Это Захария, вдохновленный Духом Святым, поет о том, что этот младенец Иоанн, креститель, он приготовит предназначение Божье его, приготовить путь для Спасителя, объяснить народу Божьему, который предназначен быть Божьей собственностью, объяснить им, как сделать путь в свои сердца, готовым для того, чтобы туда вошел Господь и спас их, простив им все грехи. Он сказал, вот началось Божье действие, и возрадовался об этом в Духе Святом. Мы с вами читаем из книги Священного Писания, из этой же первой главы Евангелия от Луки, как поет гимн свой Мария, он известный, в нем есть такие слова. «И сказала Мария, читая из этой главы 46 стиха, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». «О Боге Спасителе моем» – это известие о том, что она станет матерью для какого-то необыкновенного рождения. И то, что в ней рождаемое святое наречется Сыном Божьим, и она должна ему будет потом дать имя, Эммануил, что будет означать «С нами Бог», «Слава нашему Господу». И в ней это вызвало такой восторг, как сегодня мы переживаем многие из нас в своих сердцах, потому что мы торжественно прославляем Бога. Не так, как бывает мы от какой-то потери спохватываемся и потом думаем, да чего я сетую, Бог мне своим словом сказал за все прославляйте Бога. И мы поднатужимся там внутри и начинаем славить Бога, а потом уже нам это легко становится, да? Но здесь она исполнена этой силой Духа Святого, без вот этого напряжения, она благодарит Бога и говорит «Презрел Бог на смирение мое, слава Господу». Нам это крайне необходимо для того, чтобы Божье присутствие, оно отозвалось в нас с торжественной хвалой Ему, смирением перед Ним. Мы видим с вами и поет гимн Божий человек под именем Симеон, когда этого младенца в возрасте, может быть, уже восемь дней принесли в храм, и он долго ждал этого момента, по вдохновению пришел в Дом Божий молиться и поклоняться Богу, и вдруг вот приносят ему и дают на руки ему, и он распознает в этом младенце то спасение, которое обещал Бог своему народу, слава Господу. И он поет Богу следующие слова, это из 2 главы, я читаю с 29 стиха. «Ныне отпускай ж раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели глаза мои спасение твое». Он дальше говорит Марии, вот лежит это нападение и навосстание многих в Израиле, и в предмет пререкания, и тебе само оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Нам уже нужно будет больше веры и сосредоточить свое внимание на том, чтобы и в этом разглядеть благословение ко спасению. И мы видим с вами, что много вот этих вот знамений и таких знаменательных явлений, то одного Бог вдохновил на такой гимн, то другого, то Марию. Вот с вами прочитаем из 2 главы, уже слышали, что пастухи увидели разверзное вдруг небо, и воинство небесное восхваляющее и поющее Богу. Ангелы поют, люди поют, все прославляют Бога, но это необычное рождение точно. По поводу какого еще рождения что-то подобное происходило? Да никто больше на земле с такими явлениями, с такими знамениями и чудесами не сопровождалось рождение больше никакой личности. Но вот этот младенец родился и в таком месте, Вифлеем. Вифлеем. Мария с Иосифом вынуждены были прийти для того, чтобы на эту перепись. И ей пришло время родить. И они родили там младенца, в Вифлееме. Дом хлеба. Там, по сведениям историков, находились поля, на которых выращивался хлеб для жертвоприношений в храме. Дом хлеба. И там родился тот, который о себе скажет, я хлеб, сшедший с небес. И станет божественным хлебом для питания каждой бессмертной души всякого человека, всякого человека, рожденного на земле, для того, чтобы, напитавшись им, пережить рождение свыше, пережить всякие трудности и проблемы своей жизни и оказаться верным Богу, он всегда будет хлебом для всякой нуждающейся в Боге души. Слава Господу! Там паслись стада, и как историки свидетельствуют, это не простые овечки были чьих-то хозяев. Эти стада паслись для того, чтобы эти животные приносились в жертву в храме. Мы видим с вами, пастухи стерегли эти стада, и небо говорит о том, что родился, именно на этом месте известия, родился тот, через которого божественный мир даруется на землю и в человеках благоволение, и рождается тот, который станет жертвой совершеннейшей за грехи всего человечества. Слава нашему Господу! Чтобы люди всякие, кто верою примет его в свое сердце, как Господа и Спасителя, получил прощение грехов даром и спасение по благодати. Мы с вами об этом читаем и видим, думаем, насколько это все связано. Столько знамений, столько чудес. И обратить хочу внимание на те три мысли, которые сказало небо ночью этим людям, этим пастухам, стерегущим эти стада. Но я не помню адрес Писания, но в притчах написано, что тайна Господа, боящимся Его. О, другими словами, Бог открывает свои тайны тем, кто имеет страх Господень. И почему-то ночью не пробудил Бог в домах каких-то других людей, не вывел их на улицу и не показал им открытое небо и воинство небесное, поющее и славящее Бога. А тем, которые на поле пасли стада, вот этому небольшому количеству пастухов открылась тайна Господня. Я уверен в своем сердце, что эти люди имели страх Божий и благоговение перед Богом. Он всегда являет свое присутствие там, где ему оказывают высочайшее почтение, потому что он Бог. Слава Господу! И он видел эти сердца, он видел эту веру, он видел, что они ожидают и какие чаяния у них. Внутри их какие желания сокровенные. И он им открывает тайну своей благой воли. Обратимся еще к этому тексту Священного Писания. Это вторая глава Евангелия от Луки. И мы читаем с 8 стиха. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень и сказал Господь, и слава Господня осияла их и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение. Мы читаем с вами еще в Евангелие от Матфея, в 17 главе, где взятые Иисусом Христом на гору трое из апостолов пережили присутствие Бога, и когда их осенило облако божественной славы, они услышали откровение тайны Бога. Тайна Бога Господа, боящимся Его. Бог проговорил очень понятно к их сердцам. Сей есть Сын Мой, возлюбленный, Он сказал об Иисусе Христе, в котором мое благоволение. Его слушайте. Небо сказало, что воля Божья в том, чтобы жить в человеках, и это Он продемонстрировал в Своем Сыне Иисусе Христе. Слава Господу! А теперь каждый, присутствующий на этом месте, определяет для себя, а сколько я даю миру Божьему, время уделяю, насколько я ценю им, насколько я соединяюсь с этой радостью небесной, и насколько я верю, что во мне обитает Бог, и от этого благоговею перед Ним, и выражаю Ему свое почтение. Слава Господу! Я хотел вместе с вами пойти в эту благодарственную молитву, в которой сказать Богу, как мы Тебе благодарны за то, что Ты это сделал для нас, что Ты это открыл нам, и явил нам свое великое спасение. Слава Господу! Вставши, будем молиться Богу! Аминь! Как можно не захотеть Всем сердцем сегодня петь! Нет ярче торжества, чем праздник Рождества, Был день тот и был тот час, Владенцем Бог стал для нас, В бедных яслях лежал, Чтоб ты богатым стал. Звучит, как и теперь, радуйся и верь, сердцу в поисках Бога Иисус дарит много. Звучит, как и теперь, радуйся и верь, свет победа над тьмой рядом с Тобой. В веках говорил пророк, настанет особый срок, Как и земли сухой, Даст Бог росток нам свой, Весть ангел Мариньес, Родился Иисус Христос, Царство Его вовек, Радуйся, человек, Звучит, как и теперь, радуйся и верь, сердцу в поисках Бога Иисус дарит много. Звучит, как и теперь, радуйся и верь, Свет победа над тьмой рядом с Тобой. Взошла новая звезда, Волхвов пусть она вела, Ярко звезда горит, Путь этот не закрыт, Пусть льется благая весть, У Бога к нам Слово есть, Мимо не проходи, Бог всех ждет впереди, Звучит, как и теперь, Радуйся и верь, В сердце в поисках Бога Иисус дарит много. Звучит, как и теперь, радуйся и верь, Свет победа над тьмой Рядом с Тобой. Серебрится снег вокруг, То зима вошла в права, У меня есть лучший друг, Что спасенье дарова. Он родился для Тобо, Чтоб мы вечно жили, Верно славили Его. Верили, любили. Иисус Христос спаситель, От смерти искупитель, Рождественской звездою, Всегда мой Бог со мною, Теперь везде, повсюду, Его я славить буду. Родился в моем сердце, И я спасен лишь в нем. Это праздник Рождества, Символ новой жизни, Если принял ты Христа, Будешь с Ним в отчизне. Это праздник Рождества, Иисус Христос спаситель, От смерти искупитель, От смерти искупитель, Рождества, Рождественской звездою, Всегда мой Бог со мною, Теперь везде, повсюду, Его я славить буду. Родился в моем сердце, и я спасен лишь в нем. Иисус Христов спаситель, от смерти искупитель, Рождественской звездою, всегда мой Бог со мною. Теперь везде, повсюду, Его я славить буду. Родился в моем сердце, и я спасен лишь в нем. Спасен лишь в нем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, еще раз скажем славу нашему Господу. Писание говорит нам, и то, что нам пропел сегодня хор в унисон, о том, что радуйтесь все, Христос рожден. И мы знаем, что о том, что сегодня мы слышали, еще додолго до этих событий было возвещено пророку Исаии, и том, что должен родиться Спаситель Израилю и всему миру. И написано это в Исаии в девятой главе, я прочитаю с первого по седьмой стихи. Исаии, девятая глава, с первого по седьмой стихи. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующие возвеличит приморский путь за Иорданскую страну Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, «На живущих в стране тени смертный свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются во время разделе добычи. Ибо ермо, тяготеющие его, и жезл, поражающий его, и трость притеснителей его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежды, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дам нам владычество на раменах его, и нарекут ему имя ему чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Ревность Господа Саваофа соделает это. Мы видим, что за многие-многие сотни лет Исайя предвозвещал об этом. Мы читаем также, в дальнейших главах Исайя говорит о том, что пришел отпрыск из сухой земли. Не было в нем ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили его. Об этом он заранее говорит нам. И Слово Божие говорит нам здесь во втором стихе такие слова. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Что это за земля? За Иорданская страна, земля Нефалимова, Завулонова, Галилея языческая. Если мы читаем с вами Евангелие от Матфея, 4 главе, это то место, где Иисус Христос нашел своих первых учеников. Это то место, с которого Он начал проповедовать и говорить, «Приблизилось Царствие Божие». Приблизилось, оно пришло в вашу жизнь. Возможно, в этой земле особенно люди были удалены от Бога. Особенно. Писание говорит, люди ходили во тьме, они жили в тени смертной, у них не было никакого выхода, они были в безысходном состоянии. Именно в этом месте Иисус Христос начал свое служение, и там воссиял его свет. Четвертый стих этой же главы говорит нам такие слова. «Ибо ярмо, тяготивший его, и жезл, поражающий его трость, притесните ли его, ты сокрушишь, как в день Мадиама». Что это за день Мадиама, о чем здесь говорит порок Исаия? Если мы посмотрим по истории народа израильского, то это был день, когда Гедеон сразился с мадионитянами. Когда он вышел, и с ним практически, практически по сравнению с тем, сколько было врагов, никого не было, с ним было всего 300 человек. И они имели с собой очень мощное оружие. У них был факел, у них была труба, и у них был горшечный сосуд. На огромное войско выйти с таким оружием. Но Писание говорит, когда они это сделали, они с этим вышли, когда они вострубили трубами, и вышли с этими факелами, разбили сосуды, то все войско пришло в замешательство, и все побежали. Когда Христос пришел на эту землю, от Него ждали царских действий, правда? От Него ждали, но Он не просто же должен был прийти, Он должен был какое-то войско собрать, что-то сделать, что-то произвести, скинуть иго римлян, которое на то время было над Израилем. Но ничего этого Христос не сделал. По одной простой причине, потому что Он не для этого пришел. Он пришел не свергать иго власти земной, Он пришел свергнуть иго греха людей. И Слово Божие говорит нам об этом, что Христос пришел, и мало было поддерживающих Его. И даже те ученики, которые всегда были с Ним рядом, в какой-то момент 70 Его оставляет, а остается 12. Что с этими 12 делается, когда Христос находится в Гефсиманском саду? Они засыпают. А после, когда приходят войны, и более того, они все разбегаются. Христос остался один. Это и была Его чаша. Никто с Ним эту чашу пить не смог. И Он выдержал это до конца. И далее Слово Божие говорит нам такие слова. 6 стих. Ибо младенец родился нам. Сын дан нам владычество на раменах Его. Что такое рамина? Плечи. Владычество на плечах Его. А что такое? А что за владычество у Него на плечах? Что у Него такое на плечах находится, что говорит о Его величии, говорит о Его близости с нами? Дорогие друзья, когда священники, Писание говорит, что Он есть царь и священник, Господь наш, по чину Мелхоседека. Он первосвященник. Он по чину Мелхоседека. И священники что носили на своих плечах? Они носили имена колен израильских. На одном плече было 6, на другом плече было 6. Вот это величие нашего Господа. Мы с вами. Он нас носит на своих плечах. Скажем, слава Ему. И Писание говорит о Его характере. Писание говорит нам о том, ради чего Он пришел и что Он имеет для всех нас, которых Он носит на своих плечах. Слово Божие говорит нам такие слова. И владычество на раменах Его нарекут Ему, имя Ему чудный. В другом переводе звучит так. Готовящий чудеса. Готовящий чудеса. Он принес в твою и мою жизнь чудо. Он нас спас и оправдал. Это чудо, дорогие друзья. Аминь. Это чудо. Сегодня мы сколько детей с вами видели на этой сцене. Не чудо ли это? Да чудо это Божие. Если бы мы не познали Господа, их бы здесь не было. У нас максимум было бы по одному, а то и по два. Но не больше. Это чудо, что эти дети сегодня здесь. Это Божия заслуга. Писание говорит нам советник, Бог крепкий или другими словами могучий Бог. Писание говорит отец вечности или вечный Бог. И в конце написано «Князь мира», а в другом переводе звучит так. «Владыка благоденствия». Он владыка благоденствия. Сегодня, наверное, самое желаемое на земле – это благоденствие. И спроси человека, любого человека, где бы он хотел жить. Если ему предоставилась возможность лететь в любую страну, получить визу в любой стране, где бы он хотел жить. Я хочу сказать, что далеко не все выберут то место, где он живет сейчас. Будет искать место там, где благоденствие. Во-первых, нету войн. Нет проблем с питанием. Нет проблем в экономике и со средствами. Нет проблем с жильем. И желательно, чтобы было там тепло. Многие мечтают об этом. Люди ищут на земле благоденствия. А Слово Божие говорит нам такие слова. Он, владыка благоденствия. Где бы ты ни находился, в каких обстоятельствах ни жил, Он это благоденствие может дать внутрь твоего сердца. Я так скажу, человек, даже живущий в самых хороших условиях, может не иметь этого благоденствия, потому что это суверенное, так скажем, положение народа Божьего. Дорогие друзья, мы об этом будем еще молиться и славить Господа, и благодарить Его, что Он нас носит на плечах своих, как мы носим, может быть, своих детей на своих плечах, да, которых мы заботимся, мы не оставляем. Он никогда нас не оставит. Он Бог вечный. Он Бог, который принес чудеса в нашу жизнь, и Он дает благоденствие всем уповающим на Него. Будем молиться.